итак друзья мои сегодня я варю холодец и я поехала в магазин так как мы живем во франции и здесь найти ножки очень тяжело и сегодня произошло то же самое но я вышла из ситуации таким образом я купила вот такие вот две рульки это нижняя часть ноги и здесь должно было быть бы еще копытце но вот то что я не нашла есть бывает иногда я видела но очень редко значит я купила две такие вот рульки я купила из индюка это тоже ножка она рубленная я ее положу вместе с косточками потом бульон мы будем процеживать и я купила вот такую вот еще тоже нижнюю часть ноги коровьей это мясо и это мясо да в принципе и это потому что довольно мясная такая рулька как вы видите сала совсем мало я вам показываю это все в готовом виде для грамма значит здесь 900 почти грамм здесь 700 770 и и и килограмм вот такое вот количество мяса нам понадобится на у меня 10 литровая кастрюля я не буду ее доливать до верха водой но кастрюлю такую я купила специально потому что я люблю ну чтобы не выкипала вода и варить мы будем без крышки сейчас все это мясо я вы мою сложу в кастрюлю залью холодной водой и поставлю на огонь для закипания мясо вымыто хорошенько и я залила его водой как вы видите вот здесь отметка 7 я даже не не налила 7 литров почему потому что сейчас вот этот закипит для того чтобы из мяса забрать все вот эти нехорошие там пенки и так далее закипит водичка мы ее сливаем и снова заливаем свежей водичкой и уже тогда будем добавлять лучок морковочку и так далее и уже доводить до кипения этот бульон и оставлять томиться на пять часов 45 уже будем смотреть по готовности мяса мясо должно свариться так чтобы отваливалась от костей ставим на огонь шила вам показать все таки вот смотрите какая гадость вываривается из мяса поэтому я не просто собираю пену а я сливаю эту первую воду заливаю чистой водой и сейчас вам дальше покажу я слила воду и вновь залила чистой водой но все равно вы видите мясо дает все равно какие-то какие-то вот доводим до кипения на этом этапе я добавляю две вот таких вот почищенных луковицы и три больших моркови морковь некоторую я буду использовать для холодца а некоторую я вы ему раньше до того как она успеет развариться она просто будет доведу ее до готовности и вы ему и буду использовать ее на салат мясо я доведу до кипения и потом убавлю огонь до такой степени чтобы не давать ему кипеть а просто томиться и оставлю холодец на 45 часов я варю холодец без крышки через два часа я добавлю специи специи это лавровый лист перец черный горошком и можете добавлять какие-то травы которые вам по вкусу ну как бы для вкуса самого бульона так как холодец это ведь бульон просто он застывает что даст мне желирование мне мои рульки дадут желирование потому что там есть и кожа и хрящики и говяжья нога потому что она имеет такие тоже прожилки которые дают желирование именно холодцу посмотрим буду я добавлять желатин или нет мне бы не хотелось но посмотрим значит ставим на огонь через два-три часа добавляем лавровый лист специи и соль мой холодец закипел и сейчас он вот на таком вот медленном медленном огне у меня или электроплита индукционная и вот у меня на троечку рядом тут творожок отогревается ну оставляю так пока что кипит у него так не кипеть и видите он немножечко так булькает булочки так поднимаются наверх но он не кипит ни в коем случае он томится томится и вот так оставляем на четыре я думаю часа не больше то есть я в пол первого где-то огонь убрала у второго вот третьего пол четвертого пол пятого посмотрим как будет так смотрите я уже бросила лаврушку и приправы сейчас буду немного солить сразу и буду уже потихонечку вытаскивать мясо прошло четыре часа я уже вытащила морковь и лук и вот такая уже начинает образовываться прям вот не знаю прям пленочка такая я ее снимаю периодически но уже буду сейчас вынимать мясо буду разбирать мясо и заливать уже холодец бульон обязательно процежу от чтобы не попалась ни одна косточка смотрите я выняла мясо и посолила холодец уже на бульон значит посолила я так две столовые ложки смотрите как уварился бульон то есть меньше чем 5 литров получилось и сейчас мы его процедим и он будет действительно прозрачный я выняла мясо и хочу вам сказать что мясо просто отваливается от косточки видите вот до такого надо состояния доварить мясо и тогда холодец будет действительно готов и я еще вам хотела показать вот это мясо которое говядина у него вот такие вот видите прослойки вот это и дает холодцу застыть когда я все это выняла и посолила я вот так вот взяла 5 зубчиков чеснока раздавила их ножом плашмя почистила и сейчас брошу в бульон просто чтобы она немножечко постояла там отдала свой запах когда будете процеживать чеснок останется там а запах будет уже у вас в холодце теперь разбираем мясо формируем его по тарелочкам и заливаем процеженный бульон вот так выглядят мои судочки для холодца я мясо разобрала очень хорошо от косточек обязательно отделите их я мясо очень мелко режу для того чтобы потом делить холодец нам порционно было легче я вожу морковочку вы как хотите по желанию можете ложить можете нет и теперь мы начинаем процеживать через сито холодец и заливать его именно сюда в эти формочки хочу обратить ваше внимание что бульон обязательно должен быть так как вы соде солите только бульон они в процессе варки мяса соленый он должен быть ну прямо очень соленый то есть бульон не такой как вы можете кушать а более соленый как будто вы пересолили и тогда ваш холодец будет очень вкусный как вы видите я сейчас через сито процеживаю все для того чтобы сюда не попали не косточки не специи и холодец вас будет очень прозрачный вот у меня веточка розмарина которую я бросала заливаете холодец до тех пор пока не получится вот такой вот результат как будто такая густая каша либо такой густой суп все этот мы откладываем в стороночку до остывания и когда он застынет в холодильник вот он холоде чик получилось вот только порцию меня и мы его оставляем чтобы он остыл как я вам сказала и потом перекладываем его в холодильник до полного застывания что ребята вот такой вот у меня получился результат как вы видите жира ну просто мизерное количество на этой тарелке вообще буквально пару снежинок и вот такой вот холодец у меня получился без желатина он прекрасно застыл таких больших блюдах почему-то жира немножечко больше но вы по краям вот это вот все соберете холодец будет полностью прозрачный я опускаю вот эту вот посуду на три секундочки в кипяток в горячую воду донышком опускаю опускаю 1 2 3 поднимаю и переворачиваю его на другую тарелку получается такая горка красивая и вот такой вот холодец у нас получился приятного всем аппетита подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки